39. Храните между собой любовь в союзе мира, и имейте Господа, как одесную вас сущего, да не подвигнитесь ни к похоти, ни к гневу, ни к зависти, ни к смеху, ни к празднословию, ни к другому чему, через что можете подпасть в какую-либо петлю пленки адской, которая, как бы ни было мало, удержать вас во власти ада. 40. Помните, что говорит святой Дорофей? Орел, говорит, пусть весь свободен, и только одним когтем засыпился, все же в свете есть. Идловец без труда или берет его, или подстреливает. Внимайте же себе и нудьте себя, ибо нудящих в себя есть Царство Небесное. 41. Какой страх и трепет имеем мы встретить во исходе своем, если будем нерадиво проводить жизнь свою, особенно же в тот страшный день, когда архангелов труба возбудит всех людей, всякий народ, всякое колено и всякий язык. 42. Помыслите, что будет тогда? Небо раздерется, стихии сгорят, вся тварь изменится. 43. Студия всех воссядет на престол суда, и несметные тьмы святых ангелов станут окрысть его. 44. Потом перед всеми обличая дела, слова и помышления каждого по роду их, по лицу, по месту, по времени и по образу совершения. 45. И все это в одно мгновение, наконец, отыдут, говорит Писание, сотворшее благое в жизнь вечную, а сотворшее злое в муку вечную, где плачьи скрежет зубов, огонь неугасающий, червь неусыпающий, и сообщество страшных, безобразных и всезлобных демонов. Куда же мы пойдем? В жизнь вечную для вечного пребывания с Господом, если до конца жизни сохраним страх Божий и любовь к Богу, такую, чтобы из сердца нашего взывалось, кто разлучит нас от любви Божией. 40. Из долговременного опыта, Вы вполне познали богоугодный образ жизни в иночестве. 41. Не колеблитесь же отнюдь и не выступайте из доброго разумения Вашего. 42. Любите заповеданное Вам и соблюдайте то во всем. 43. Пребывайте и в любви ко Мне, как Я люблю Вас более всего на свете. 44. Но у врага много обходов, и он удобно сеет между нами и в нас зло. 45. И те только, которые проникнуты страхом Божиим, далеко от себя отвращают мечи, его ослабевшие в конец, посвященно-глаголевому Давиду, 45. Бодренно предаются подвигам благочестия и всеусердно прилежать небесным созерцанием и деланием. 45. Вот Я, как бы вместе с Вами, суще, вижу и слышу, как исторгует жестокое слово против кого-либо из братья, укор, поношение или другое что. 46. Но ты, братья мои, приняв такое оскорбление, не превращайся в зверя лютого, и немолодушествуй, будь тверд и непоколебим, ибо поношение и посрамление падают на того, кто изрыгает их, а кто бесстрастно принимает их. 47. Тому принадлежит победа. Он является человеком Божиим, а тот рабом неключимым, губящим себя вчас тот. 48. Прошу Вас настоятельно, не бронитесь, не оскорбляйте друг друга, не поднимайте высоко бровей, не великоречьте, не хвастайте, как лучше поющие, как более трудящиеся, как более благоговейные или иной раз, как по-мерзки, более благородное и более благообразное лицом. 49. Об этом не стоит нам и говорить. Но во всем облекайтесь смиренно-мудрее, через подчинение и послушание, повергая себя перед Господом и перед начальствующими по обители. 50. Шествуйте путем этим, и не напрасным будет труд Ваш, и не безуспешны подвиги. 51. Все благовествую Вам перед лицем Господа Бога нашего, святых Его ангелов и всей твари, что Вы, совершив добре течение свое, станете ликовать с мучениками. 52. Лона Авраамова будет лелеять Вас в вечные веки, и хор праведных приимет Вас в среду свою. 41. Не знаю, по невежеству или по невниманию, или по зломудрию, славите Вы эконома к бесчестию моему и выставляете лицо его к посрамлению моему, говоря часто. Если б был тут эконом, то какое-то дело не было бы так сделано, а гораздо лучше. И где этот эконом? Как бы он на это взглянул? 42. И это говорится в уши мне. Иные же прибавляют. Подожди, подожди. Вот эконом все это исправит и уладит. 43. Но так ли этому подобает быть? И хорошо ли это для него, для меня и для Вас? 44. Себя Вы показали исчадиями непокорливости, его способным выступить за пределы своего чина и власти. 45. Меня, поступившим не по намерению Божию, а по плоскому влечению, то есть по пристрастию и излишнему благоволению к брату. 45. Не видите ли, что таким образом Вы вводите двух господ, двух владык, два начала? 46. Глаз же Господа нашего Иисуса Христа изрек, что царство, разделившееся, не устоит. 47. Двоевластие уже и многовластие есть, многовластие же порождает партии, а партии – причина разделения и разложения. 48. Зачем же сами на себя навлекаете беду, не стоя в мере своей и в чине своем, как подобает, и того отклоняя от должного? 49. Грешен я и негоден, но от всего, отрешившись и обнажившись, благо дерзновенно пребываю на месте всем святом. 50. В безумии моем дерзаю говорить так, ни в чем не уклоняясь от должного, ни ради брата, ни ради дяди, ни ради отца или матери, ни ради родства или вообще ради чего-либо плотского. 51. Но если б даже мне надлежало передать тело мое или кровь мою пролить, готов, бывая, не отказаться от этого с помощью Божьей по молитве отца моего, чтобы только не сделать чего-либо неполезного для вас и для меня. 51. Единый есть Господь и законоположник, как написано, одна власть и одно Богоначалье над всем. 52. Это единоначалье, источник всякой премудрости, благости и благочиния, простираясь на все от благости Божией, получившей начало твари, без произволения их дано по подобию Божию устроять. 53. В порядке жизни своей произвольно только одному человеку. 54. Ибо Божественное Моисея в описании происхождения мира из уст Божиих, исшедшее приводит слово «сотворим человека по образу нашему и по подобию». 55. Отсюда учреждение между людьми всякого начальства и всякой плоти, особенно в церквах Божиих. 55. Один патриарх в патриархате, один митрополит в митрополии, один епископ в епископии, один игумен в монастыре и в мирской жизни, если хочешь послушать, один царь, один полководец, один капитан на корабле. 56. И если бы во всем этом не управляла всем воля одного, то ни в чем не было бы строя и порядка, и не на добро бы это было, ибо разноволия разрушает все. 56. Всем управляющий в премудрости своей Бог и временами и летами распоряжающийся при добре и при мудро, определил нам в продолжении года и некоторые спасительные и душеполезные дни пощения для посвящения их исключительно Ему и для ощущения случающихся с нами греховных осквернений, 57. И благодарение установившему таковые дни и давшему нам теперь дожить до них, нам и всегда должно чисто и непорочно жить и соблюдать всякую заповедь Божию, особенно же это лежит на нас ныне. 58. Ныне время очищения, очистим же себя. 59. Ныне время воздержания, будем же держать воздержание. 59. И не только в ясти и пяти, ибо этого недостаточно, но будем воздерживаться и от сластолюбия сердца, от срамных воображений, от завидования доброй славе брата, от гнева и неудовольствия на ближнего, от необузданности языка, 60. Не позволяя ему вращаться по своей воле, но назначая ему предел, время и меру для беседования только оподобающим, от блудных воззрений во взревании ока, от слушаний речей недобрых и Богу нелюбезных, да, чадо мои, да. 61. Умоляю вас, настройте себя, как орган и сладостный псалтырь Духа Святого. 62. Руки ваши охраняйте от движений неразумных, от прикосновений похотных, чтобы не разблажиться и мирны будьте друг к другу. 63. Пусть честная четыридесятница немного стеснительна для тела, но не падайте от этого духом, потерпите немного и попривыкши перестанете чувствовать обременение, особенно по прошествии первой недели. 63. Для нас довольна хлеба и воды, и что чего-нибудь не пропитание себя. 63. Отцы наши три блаженные, как знаете, совсем почти без пищи проживали, иные все четыридесятницы, иные постились, подъедели, иные по три дня, а иные каждый день вкушали по малости. 64. Мы каждый день принимаем пищу, и неодновидную, но во смирении нашем допомянет нас Господь. 65. И сие малое наше доприимет, как дело великого Антония, ибо мы живем общежительно и царским путем шествуем, который отцы предпочли всему. 66. Храните только себя всегда чистыми в сокровенном детелище души, и не дозволяйте себе сделать что-либо пагубное для душ ваших. 66. Убоимся Бога, имеющего открыть тайные тьмы, и объявить советы сердечные, и воздать каждому не по делам только, но и по словам и по мышлениям, и даже, что еще более страшно, по грехам неведения. 67. И кто постоит пред яростью гнева его? Кто доволен неповинным явиться перед лицем его? Кто же после этого не возревнует тысячи путем правым? Кто не напряжется отбросить беспечность и сонливость, сонливую леность свою? 68. В горе подвигнетесь. Ночь прошла, и воссиял уже день будущего воздаяния. Да не застанет нас неготовыми смертью, да не оставит на нас какой язвы неисцелимой и вечной. 69. Я, бедный и более всякого человека, лучше же сказать, один достойный всякого мучения. 69. Страшусь, ужасаюсь и трепещу при мысли о разрешении от тела пришествии по душу ангелов святых, и о том, как приду в воздушное пространство, и как простру слово к миродержителю, как написано в житии святого Антония. 70. О немощность моя! Что ожидает меня? И как непотребствую я, каждодневно предаваясь дремании и сну во грехах своих? 71. Каково будет мое предстание перед Богом, Судьей всех и Господом? Какими очами возрю на Него взором своим, истушающего бездны, и грозным словом разрушающего горы? 72. Что скажу там в оправдание свое? Какого найду защитника? Как умолю уже неумолимого? Какими горькими слезами, какими уместительными словами и воздыханиями сердечными преклоню на милость неприступного по правде своей? 73. Увы мне, увы мне, братья мои! Я отезде уже вижу участь свою. Одна у меня надежда. Молитва Отца нашего святого и Вашего блаженного заступления. 74. Впрочем, восстанем еще и еще и понудим себя на всякие богоугодные дела, перенося мужественно настоящее и утешаясь надеждами будущими. 75. Презрим тело. Не будем смотреть ни на труды, ни на прискорбности, ни на поношение, ни на голодание и ни на что другое, кроме своего дела. 76. Если будем так жить, то, несомненно, спасемся, и на небесах приняты будем в лик святых, где радование со всеми святыми от века благоугодившими Христу Господу. 73. Благословен Бог по преизбыточеству милости человеколюбия своего, призвавший нас званием святым, по предведательному совету своему во святой схеме этой предаться ему всецело, 74. И всецело себя посвятить на ближайшее и приискреннейшее работание ему, и ангелоподражательное словословие, и так от сердца наши расположившие, отрещися от родителей, родных, отечества и всего такого другого, и взять на себя благое и спасительное иго его, и наше смирение, сподобившее соединиться с вами в сожизни и сожительство. 75. Не с тем, конечно, чтобы руководить и пасти вас, о чем я и думать не дерзал, хотя так случилось. 76. Радуйтесь же всегда в Господи чадо возлюбленное, радуйтесь, граждане небесные, изгнанники земные, жители Вышнего Иерусалима, и присельники отзде, наследники Царства Небесного и безнаследные лишенники земных благ. 76. Радуйтесь, скорые шестенники, путем изгнания и страннического злострадания ради заповеди Божией. 77. Радуйтесь, последние померзки, но обладатели благ пача ума. 77. Радуйтесь, доброе и богособранное содружество, единосущные и единосердечные, осолюбивый и братолюбивый собор, другой на земле ангельский лик, обновители древнего жительства, все препобедных отцов наших. 78. Радуйтесь, работники Божии, трудники, день и ночь, делающие своими руками, чтобы не отягчить кого, и не только себя самих довольствовать, но и немощнейших из братьев и нуждающих из внешних. 79. Радуйтесь, неразрывное передовое своинство, богоначертанный лих, которого не расстроили ни угроза царя, ни страх князей, ни чаемая смерть. 80. Радуйтесь друг другу, сорадователи, из которых каждый благоприятное брату своим почитает, и между которыми нет ни зависти, ни рвения, ни соперничества, но господствует мир, любовь и едино жизни. 80. Говорю так не потому, чтобы мы не испытывали браней. 81. Ибо кто венчается, если неваримый и противоборствующий, если неприемлющий стрелы и ранящий, бросающий воны? 81. Но потому что не падаем под сатанинскими ударами. 82. Воистину, чадо мои богособранные. 83. Вы питаетесь дарованием духа, пьете воду господом подаемую. 84. Кое причастником соделавшееся, не возжаждет вовеки, но будет она ему источником воды, текущей в жизнь вечную. 85. Зима настала, обитались у нас немного, и те плохи, и тесно. 86. Но не падайте духом, ибо несмотря на то, вы просторны в добродетели, и всем отношений досточудны. 87. Ни во что он меня и прискорбно, и хотя и оно прискорбно, и об одном том заботе, чтобы всегда делать угодное Богу. 87. К тому же, если воспомянем древних святых отцов, или даже и ныне подвязающихся, то найдем, что живем в палатах. 88. Не видите ли, что и ныне рабы Божии одни живут на открытом воздухе, другие затворяются в пещерах и гробницах, иные носят вериги и едят очень мало, довольствуясь одним хлебом, а то и от него воздерживаясь и удовлетворяя потребности эту древесными плодами через день. 89. Так воистину делается и ныне. 90. Но и вы не печальтесь, ибо никак не окажетесь позади их, а равными им будете признаны, или даже высшими их, как уверяют отцы. 90. Только будьте всегда неленостны и доброходны на всякое дело. 91. Разгорайтесь ревности еще и еще. Крепитесь и мужайтесь более и более. 92. Повергайте врага долу, попирайте его смирением вашим, мечом исповедания, ножом послушания. 93. Солнце правды всегда досияет в сердцах ваших, отгоняя тьму страстей, ибо когда оно взойдет, звери уберутся к себе, и в ложах своих лягут. 94. Понимайте слова эти духовно. Мы же изыдем на дело Господне, от утра жизни до вечера смерти, исполняя делание свое. 95. Еще немного и победим. 96. Соблюдайте правила, заповеди и постановления. Кто упал, поднимите его, кто ослабел, подкрепите. 96. И во всем вообще помогайте друг другу, да исполнится и в вас слово премудрого. 97. Брат от брата помогаем, как град тверд и высок. 98. Притча 18-19. 99. Внимайте чтение и замечайте изречения, какие кому более благопотребны. 99. Делай всякий свое дело с отчанием, как дело Божие. 100. И все со страхом и трепетом соделывайте свое спасение. 100. Не вонзайте меча в сердце свое и не брегите о душе, о деле душевном. 100. Открыто мне о вас, братья, некоторым из братьев, что вы не добри себя держите в некоторых случаях, ибо засматриваетесь на женщин и в беседу вступаете с ними, изгоняющими нас из рая. 100. Или не слышите, что сделала Ева Адаму? 100. Бегите же, бегите от них, как великий Мартиниан, если не телом, то всячески духом. 100. А это еще что за речь? Отчего то-то или такая-то не пришли сюда в воскресенье, но всяко в следующее не забудут прийти? 100. Прошу и молю, дайте мне всегда слышать доброе свидетельство о вашем обращении. 100. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, каждодневно изъемлющий меня из глубины прегрешения силы своей, по заступлению Святого Отца моего и вашей молитвы, да даст вам тоже мудрствовать и тем же правилам жительствовать. 100. Да будет в вас един дух, едино разумение и едино хотение, да пожив преподобно и праведно, сподобитесь получить обетованное благо со всеми святыми от века благоугодившими Богу. 44. Не леносно мне говорить вам и утверждать вас словами истины, сколько можно чаще, дабы по неведении или нерадении не подвергся кто из вас уязвлению в жалом смерти, то есть грехом, переступив заповедь и сделав что неподобающее. 45. Если и когда делая это, находим, что злохудожный сатана успевает действовать на некоторых из вас, о которых великий мне плач и печаль сокрушительная. 46. Ибо за все, каким-либо образом согрешенные вами, я непотребный буду подлежать ответу в день праведного суда и откровения всего, содеянного людьми пред Господом Богом. 47. Если наперед, не возвещу вам, если наперед, не утружду вас и не научу. 48. Горе мне, если не благовествую. 49. Особенно же за то горе мне, что, не будучи достоин именоваться даже овцою, занимаю чин пастыря. 50. Какое мне оправдание, какое извинение просвещать других, когда сам я тьма, и врачевать нема существующих страстями, 50. Когда сам ведом есть и увлекаем ими. 51. Но из любви к вам и из послушания по велению отчиму соглашаюсь, лучше быть пищей огня гиенского, нежели повредить вам. 52. Я каждодневно привожу на мысль и обсуждаю, каково судилище Божие, и как строго требует Бог от всякого человека, чтобы он был совершен во всем и преисполнил всякой добродетелью, особенно же, если он предстоятель слова. 53. Что же мне делать, к чему обратиться? Кого взять в сподвижники? 54. А одно остается – положиться на ваши молитвы вместе с молитвами Отца Моего. 55. Да ими утверждаем, и возмогу и вас добрее руководить и против собственных страстей подвязаться, соображаясь во всем с волею Господа. 56. Царство Небесное предлежит нам. Восхитим Его деланием заповедей божественных. 57. Не будем сластолюбствовать, не будем разлениваться, будем более и более усугублять наше отрешение от мира и всего, что в мире, и препобеждать духов лукавствия, пока спасительно укроемся в необуреваемом пристанище вечной жизни. 58. Какое горькое мучение ожидает нерадивыш, какой гнев и ярость на всякую душу человека, творящую злое, на душу всякого христианина, более же монаха. 59. Ибо чем больше мы почтены, тем больше требуется от нас чистота жизни и кратковременная прискорбность от самопринуждения. 60. Но вечно отсюда истекающее усложнение, если постоянное благонастроение стяжем этим недолгим себя принуждением на всякое забро. 61. Это и в отношении к пище, и в отношении ко сну, и в отношении к раздражительности, и в отношении к помыслам злым, и в отношении ко всему другому. 62. Ибо если возлюбим добро и будем нудить себя на него, то Бог подаст нам силу к деланию его, и станет тогда для нас путь добродетели легок и покат. 63. Грех же для тех, которые предаются ему, исполнен затруднений, стремнин, скорбей, мрака, мерзостей и пагубы. 63. Прийдите же, чадо мои, потечем путем Божиим, прискорбным и бесскорбным, тесным и просторным. 64. В бдениях ваших держите крепкое благонастроение. 64. Добре пойте, добре молитесь. 65. К братьям имейте любовь и некую бездерзновенную несмелость. 66. Великое зло, продерзая на все смелость и вещь убийственная. 66. И многоискусный дьявол, если кто не внимает себе, быстро при ней нападает. 67. Вороски прокрадываются внутри и уязвляют души наши стрелой злобы своей, увлекая очи на красивые лица юных и сладкими улыбками, всех и других возбуждая возгорение страсти. 67. Когда же успеет он одного обольстить и склонить к нечистой любви, тогда покушается и того, кому у него страсть пристрастить и любострастно расположить к нему. 68. Потом пойдут взаимные даяния и воздаяния воззрения и обозрений, душевные излияния и сладострастное горение, а, наконец, если не особая Божья помощь покров отческие сознания и искушения самими пострадавшими сие, там пагуба, садомское сгорение и гоморрское потребление. 68. Но бежим от этого все. Я первый предискушен, будучи, простирая руку к вам искушаемым. 69. Великое против всего подкрепления и ограждения, хранения отчей и искренние исповедания, но и в отношении к себе самим не следует допускать подобной неосторожной смелости. 69. Ибо и тут кроется смерть, о чем не знающим лучше не открывать. 70. Пострадавшие знаете, о чем говорю, однако же и всем подобает блестись. 71. Не коснись и не осежи, и не смотри на наготу свою, чтобы не подпасть под клятву Ханаанову. 72. Ибо ни другим падением пал в стол тот пустынный, о котором говорит Антоний Великий, как этим, хотя премудрый отец и не высказал всего. 73. Бледите же, как опасно ходите, да не смерть обымете. 74. Бедный человек. 75. Знаешь, что говорит апостол, кто избавит меня от этого тела смерти? 76. Как со зверем диким, как со львом живешь ты с этой плотью? 75. Если не прострешь на него меча, он тебя похитит, сотрет и убьет. 75. В чем исправим мы путь наш? 76. В чем, если не в том, чтобы соблюсти словеса Божьи и судьбы оправдания его? 76. Но кроме того, имеем мы воистину непрестанную брань с миродержителями тьмы века сего, и великая непресекаемая их горечь против нас, как написано в Лествице. 76. Они нападают, возмущают, мучат похотениями, щекочат почревными движениями, 76. Возжигают печь похоти, множат и разнообразят зло, и напоение их смертоносно. 77. Чем-нибудь из всего всякого вовляется бедный человек, если не внемлет в себе, или завистью, которая равняется убийству. 79. Или тщеславием, или тайноиденем, или сосложением со злыми помыслами. 80. Ибо из-за этого дно может пойти в ад пострадавшая эта душа. 81. Но с чем мы вообще и сказанного не был кто уловлен? 81. Он уже не имеет Бога, не имеет и Царства Небесного, лишается жизни вечной. 82. Теряет радование бесконечное, наследует же огонь неугасимый, чревяне усыпающего тьму кромешную и сводворение с бесами. 82. Нам же, братья, да не будет пострадать что-либо такое. 83. Постараемся избегнуть сетей вражеских, и будем крепко бороться, претерпим огонь похоти, и он всеконечно угаснет. 84. Ибо всесильные мановения Божия не попускает сгорать нам в огне этом, если боремся. 85. И мы исходим в прохлаждение росой и чистоты, славя Бога со святыми отроками. 86. Пусть зависть нападет, но вооружимся против этой страсти, и она, немного подержавшись, пройдет. 86. Продержится час или три, или, может быть, и весь день. 87. Но на ложе нашем исчезает, и ты, поборовшись таким образом, сопричислишься к воинам Христовым, умеющим получить не мучения, а венцы. 87. Ты был уязвлен, но и сам уранил. 87. Ты пал? Чего же, однако, да не будет? Встань поскорее. 87. Ты увлечен был словом к тому, кто неподобно искушен, был воззрениями очей, пленен в мечтании по бездействии ума, смехом разразился. 88. Опять возвратись к должному, опять восстанови себя в чин свой, стань покаянником. 89. Дай славу Богу, дай исповедание, пролей теплые слезы из среды души твоей. 89. Вошли воздыхания из глубины сердца твоего. Востяни, поникни головой и сокрушись. Восспиренно мудрствуй. Таково врачество души. 89. Ибо написано, когда возвратишься, воздохнешь, тогда спасешься и разумеешь, где ты. Исайя 30, 15. И еще. Говори ты, речет тебе, все пришел. Исайя 58, 9. И еще. Опечалился и пошел, дряхал, исцелил пути его. Исайя 57, 17. 90. Смотри, какого благого мы имеем Бога, какого умилостивительного, какого утешительного, какого скоро услышливательного. Тот есть очищение грехов наших. Нас ради обнищал, нашего ради спасения истощил себя, принял раны, оскорбления, поношения, поругания и излился святую кровь твою. И язвой его мы исцелились, как написано. 90. Придите же, приступим и припадем к нему, и восплачем перед ним, ибо он есть Бог наш, а мы люди, и пажите его, и овцы рук его. 91. Ныне послушаемся глаза его, и не станем более приозорчевать его, не поползнемся, как древние евреи в пустыне, на ропот по причине неверия, и потечем, не линясь, землю обетованную, в которую доходят путем тесным и прискорбным. 91. Если бы тогдашние послушали Иисуса на вина вождя своего Ихалева и Иефониева, то имели бы наследовать обетованное Богом. 92. Но как они тяготились и малодушествовали, идти тем путем трудным, и убоялись сопротивления встречаемых народов, несмотря на помощь непобедимой силы Божией, то преданы были истребления, и погибла память их шумом. 93. То же самое сбудется и с нами ныне. 94. Ибо если вы будете слушать о нас, недостойных, и не дадите хребта, не засядете также за котлы платоугодия, помышляя о рабстве египетском и о рабстве страстя мира сего, от коего освобождены вы благодатью и благоволением Божиим. 95. Но воодушевитесь вместе с нами и восстанете бодренно с сердцем пламенеющим ревностью, обувши ноги в готовность благовествовать мир, облегшись в броню веры несомненной всякой молитвой, молящейся на всякое время духом, 96. То мы с вами и путь духовный совершим благоуспешно, попирая и преподбеждая встречающиеся инородные варварские страсти. 96. Иордан перейдем мысленно через слезы и наследуем землю оную, на которой произрастает бессмертная жизнь и плодородие ум превышающих благ. 97. Немногими недостойными словами обсеваю я вас, и ныне, как всегда, для упражнения душ ваших. 97. Примите, впрочем, и это скудное, и вашим доброделанием сиюм малость слова размножьте в 30, 60 и 100. 98. Ей умоляю вас, переносите благодушно при трудности жизни вашей, и всеусердно исполняйте порученные вам послушания. 99. Радуйтесь и сорадуйтесь мне все, и все благоуспешны будьте. 99. Никто не рабщи, никто не желай другого послушания, никто не гордись перед близним, ибо мерзость есть Господу и людям таковой. 99. Никто не делай срамных дел ни душой и ни телом, никто не ешь тайно, никто не лги, никто не осуждай, никто не укоряй. 100. Не будь без дела, не придумывай извинений в грехах, никто не будь двоязычным шепотником, фанфароном, велеречивым притворщиком, братоненавистником, недвигаем, упрямцем. 100. Напротив, все будьте благотечественным путем Божиим и благоподвижны, ровно не выдавайтесь, благосдержливы, неутомимы долу преклонны шею, благопослушливы, приветливы, ненавистники. Продолжение следует...